В Люберцах этой зимой продолжился проект «Новогодний автобус». Для детей организовали интересные праздничные экскурсии с анимационной программой. Как проходят путешествия, узнали мои коллеги. Впервые новогодний автобус в Люберцах запустили в 2022 году. Дети были в восторге от новогодних путешествий. Поэтому этой зимой принято решение продолжить проект и увеличить количество автобусов до двух. И мы отправляемся в нашем прекрасном, очень красивом новогоднем автобусе. И мы едем увидеться с Дедом Морозом, со снегурочкой. Внутри встречают сказочные герои. Они проводят развлекательный интерактив во время путешествия. В анимационной программе загадки, игры и песни с новогодней тематикой. Тут веселые игры, тут не скучно. И есть что развлекаться, а не просто сидеть. Я очень жду Новый год, и мне очень нравится этот автобус. Мне очень интересно с нашими сказочными героями. И у меня появляется новогоднее настроение. Все путешествие на автобусе длится около 30 минут. Но на этом программа не заканчивается. Конечные остановки – это центральные парки городского округа Люберцы, где у маленьких путешественников запланирована встреча с Дедом Морозом и снегурочкой. Они подготовили для ребят сладкие подарки и зажигательные танцы. Сначала зимы, Иван! Все, все, все! Сегодня волшебное утро. Сегодня начали ходить наши новогодние автобусы. Детишек пришлось поднять всех, проснуть пораньше. Мы чудесно прокатились на новогоднем автобусе. Было очень весело, были загадки. Детишки их разгадывали. Потом мы водили хоровод, и детишки получают подарки. В рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» новогодние маршруты продлятся до 24 декабря. 92 рейса, а также свыше 2000 детей примут участие в праздничных путешествиях. Дополнительно запланировано 8 рейсов по выходным для всех желающих в 10.00 и в 12.00. Записаться можно по номеру телефона музейно-выставочного комплекса 8-977-358-1533, 8-495-554-4305 или по электронной почте. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.